Всем доброе утро! В эфире КФУ Лайф. Очередной его выпуск. Мы продолжаем серию эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. Меня зовут Роман Плинсков и сегодня мы поговорим с вами о юридическом факультете, а точнее о магистратуре, как туда поступить. С вашего позволения представлю спикеров, которые будут сегодня отвечать на вопросы. Это Алсу Махмутовна Хуматулина, руководитель магистратуры. Алсу Махмутовна, доброе утро! Здравствуйте! Также у нас в гостях Рустам Шамильевич Давлит Гильдеев, заместитель декана по международной деятельности. Рустам Шамильевич, доброе утро! Здравствуйте! А также Ольга Александровича Парина, доцент кафедры предпринимательского и энергетического права, руководитель магистерской программы антикоррупционной деятельности и комплайнс. Ольга Александровна, тоже доброе утро! Добрый день! Что ж, начнем наш эфир, я так понимаю, мы начнем с презентации, которую вы подготовили, а затем уже пройдемся по вопросам, которые ранее нам присылали абитуриенты. Пожалуйста, кто начнет? Давайте начну я. Уважаемые абитуриенты, рада вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии, посвященном магистратуре и магистрским программам юридического факультета, которые заявлены на 2023-2024 учебный год. Хотелось бы отметить, что в этом предстоящем году заявлено наибольшее количество бюджетных мест. Только лишь на очном 59, на заочном 70 и на очно-заочном 15. В общей совокупности более 140 бюджетных мест. Уважаемые абитуриенты, также на сегодняшний день наши магистрские программы проходят профессиональную общественную аккредитацию, а это означает, что мы предлагаем качественные образовательные услуги, которые найдут свою востребованность в том числе и среди наших выпускников юридического факультета, так и выпускников иных вузов. Запланированы следующие магистрские программы. Юрист в сфере международного бизнеса, международная защита прав человека, правовое сопровождение бизнеса, предварительное расследование правосудия по уголовным делам, судебный юрист в гражданском, арбитражном и административном процессе, юрист в сфере цифровой экономики, правовая аналитика, антикоррупционная деятельность и комплаенс, юрист в социальной сфере. Обратите внимание, что часть программ представлена на очном и на заочном отделении, часть программ представлена лишь на очном, и часть программ также представлена лишь на заочном. В этом году у нас также планируется к открытию программы юрист в социальной сфере, которая будет реализована исключительно на вечерней форме отделения. Также хочу обратить ваше внимание, что мы предлагаем англоязычную программу под названием юрий сферы международного бизнеса. Программа реализуется полностью на английском языке. Это означает, что все дисциплины вычитываются на иностранном языке, а также защита выпускной квалификационной работы также происходит на английском языке. И, наверное, новинкой также является программа социальная юриспруденция, которая реализуется в сетевом формате. Обратите внимание, что если все оставшиеся программы, они реализуются в рамках Казанского федерального университета, то программа социальная юриспруденция реализуется усилиями нескольких вузов. Казанского федерального университета, РАНХИКС, Псковского государственного университета и Пермского национально-исследовательского университета. На самом деле программа интересна тем, что вы можете подчеркнуть для себя знания не только нашей научной школы, но и научной школы других вузов. Но и также в рамках данной программы есть возможность получить диплом не только магистра, но и также диплом о переподготовке. Поскольку предусмотрено, что на втором курсе ребята смогут выбрать одну из интересующих их модулей под названием государственное муниципальное управление, психология в социальной сфере, педагогика, конфликтология и медиация. Также ряд программ в этом году у нас модернизированы. К примеру, юрист в сфере цифровой экономики является полностью междисциплинарной и реализуется на стыке нескольких кафедр. В частности, кафедры гражданского права, кафедры предпринимательского и энергетического права. Или, к примеру, программа под названием «Правая аналитика». Если она была изначально исключительно в рамках кафедры теории истории государства права, то на сегодняшний день она является также комплексной. И также здесь подключены преподаватели кафедры конституционного и административного права, что означает, что данная программа также характеризуется публично-правой направленностью. Я думаю, более подробную информацию по магистрской программе антикоррупционной деятельности и комплайнс сможет нам рассказать руководитель магистрской программы Чапарина Ольга Александровна, поскольку она здесь присутствует. Чуть позднее я представлю. И также присутствует заведующий кафедрой теории истории государства права Даблет Гильдеев Рустам Шамильевич, который сможет более подробно рассказать о магистрской программе «Правая аналитика». Ну а в целом в содержании всех магистрских программ, содержании дисциплин, учебные планы, они все представлены у нас на сайте магистратуры юридического факультета. Поэтому, уважаемые абитуриенты, если вас интересует непосредственно именно содержание данных программ, вы можете их лицезреть непосредственно уже на официальном сайте магистратуры юридического факультета. Ну и далее, наверное, перейдем к самым интересующим вопросам, касаемо вступительных испытаний. Поскольку у нас уже, в принципе, дан старт и вступительные испытания уже начались, 16 мая прошло первое вступительное испытание, и весьма, думаю, полезно будет информация касаемо экзамена. Экзамен у нас предусмотрен в письменном формате. В основном это на русском языке, но также представлена возможность для англоязычной программы, то есть для абитуриентов, которые претендуют на поступление на англоязычную программу, также предусмотрена возможность сдать экзамен на английском языке. Экзамен проводится по билетам, билет включает в себя 11 вопросов. Каждый вопрос отражает одну отрасль права. Вполне достаточно ответить лишь на два вопроса, поскольку засчитаны будут именно два вопроса. Время на подготовку дается 120 минут. Минимальный балл, который вы можете набрать, 40, максимальный 100. Ну и как уже здесь заявлена форма экзамена, возможно, как сдавать экзамен в очном формате, так и в дистанционном формате. То есть со времен пандемии эта форма у нас сохранилась. Но такая рекомендация по опыту прошлых лет. Все-таки, если вы находитесь на территории Республики Татарстан, а преимущественно в городе Казани, уважаемые абитуриенты, лучше приехать в Казанский университет и написать в стенах Казанского университета данный экзамен. Поскольку возможны различные технические сбои, дней вступительных у нас не так много, безусловно, предусмотрен резервный день. Но резервный день, к нему допускаются только лишь абитуриенты, которые не смогли в основной день пройти вступительный по уважительной причине. То есть ваше заявление будет рассмотрено членами комиссии, но так или иначе нет никакой гарантии, что именно вы будете допущены к сдаче вступительного в резервный день. Поэтому убедительная просьба, если все-таки у вас есть возможность, приехать и сдать непосредственно уже в стенах Казанского университета. Расписание вступительных испытаний у нас известно. Итак, к примеру, если вы претендуете на поступление в рамках контрольных цифр, а это означает на бюджетное место, то, к примеру, вступительное испытание у нас пройдет 1 августа. 1 августа с 9 до 2. Это означает, что в этом временном промежутке вы можете открыть, либо если вы сдаете онлайн свой личный кабинет и пройдя по ссылке сдать данные вступительные испытания, либо же приехать в университет и также в течение 120 минут написать ответы. И предусмотрен резервный день, это 4 августа. Обратите внимание, что на экране также оговорены сроки дня завершения приема оригинала от лиц, подлежащих зачислению, и издание приказа 14 августа. Сроки у нас конкретные, то есть предусмотрен также временной формат. И если вы, к примеру, принесете оригинал в приемную комиссию позднее 12 часов 12 августа, то вы не будете зачислены на бюджетное место. По программам заочной формы в рамках бюджета здесь немного даты разнятся, но обратите внимание, что издание приказа у нас уже датируется чуть позднее, 16 августа. По программам очной, очной заочной формы обучения, по договорам об оказании платных образовательных услуг, то есть если вы претендуете на контрактное место, здесь у нас даты разнятся в зависимости от той категории, которой принадлежит поступающее лицо. То есть если он является иностранным гражданином, вступительное испытание может для него начаться чуть ранее, ну, к примеру, 20 июня, либо 21 июля. Это дополнительные дни для сдачи вступительных испытаний для иностранных граждан. Для граждан Российской Федерации 11 августа. Также предусмотрены резервные дни, и чуть позднее у нас издаются приказы, то есть приказы датируются августом. И аналогичная информация также представлена по программам заочной формы обучения, по договорам об оказании платных образовательных услуг. Здесь приказ издается, к примеру, уже 23 августа. Но это уже крайняя дата для поступления в магистратуру юридического факультета. Также большинство вопросов поступают к нам о дифференциации формы обучения. Как было уже мною сказано, предусмотрены несколько форматов обучения. Это очная, это заочная и очно-заочная, то есть вечерняя форма обучения. Чем они отличаются? Очная форма обучения предполагает, что студенты, магистранты учатся у нас, так же, как и студенты бакалавриата, специалитета, каждый день с понедельника, преимущественно по пятницу. Но мы предусмотрели наиболее удобный формат. Это вечерние, вечерние часы наших занятий. Но в любом случае, то есть в университете нужно будет появляться каждый день. То есть так обучение происходит на тех же началах, как и обучение в рамках бакалавриата и специалитета. По заочной форме обучения здесь уже студенты к нам приезжают лишь на сессии. Зимнюю сессию и летнюю сессию. Каждая сессия длится по три недели. И очно-заочно, то есть вечернее. Здесь, можно сказать, больше он схож с очным форматом, поскольку занятия также у нас длятся, установлены в течение всего календарного графика, то есть с понедельника по пятницу, преимущественно вечернее время занятий. Но отличие в том, что если очный формат предполагает обучение в течение двух лет, то очно-заочный предполагает у нас обучение в течение двух лет и пяти месяцев. Он практически приравнен к сроку обучения на заочном отделении. Так, и у нас, наверное, также стоит отметить, что вся информация касаемо вступительных испытаний, касаемо магистрских программ, она представлена на сайтах. Сайте приемной комиссии Казанского федерального университета и сайте Казанского федерального университета во вкладке юридического факультета магистратура. И, наверное, также стоит отметить, что в этом году мы запустили телеграм-канал, ссылка она также представлена, для того, чтобы мы могли, скажем так, 24 на 7, быть на связи с нашими абитуриентами, поскольку действительно вопросов возникает очень много, в том числе последний, допустим, вопрос касался подачи документов для таких абитуриентов, которые сталкиваются с какими-либо трудностями при подаче, при заполнении, при регистрации в личных кабинетах. Мы сняли инструкцию, которая сегодня будет, точнее, уже выложена на сайте магистратуры юридического факультета. Ну и слово я передаю Дебилет Гильзееву Рустаму Шамильевичу, он является руководителем, точнее, заведующим кафедрой теории истории государства и права, а также заместителем декана по международной деятельности. Я думаю, тоже будет весьма полезной информацией касаемо международных стажировок, международного отмена. Пожалуйста, Рустам Шамильевич. Спасибо большое, Алса Махмутовна. Да, дорогие ребята, хотел бы отметить, что магистратура Казанского университета и, в частности, нашего факультета, она востребована как в Российской Федерации, так и за ее пределами. И у нас проходит каждый год обучение большое количество иностранных граждан не только из государств Центральной Азии или государств-участников Содружественных Независимых Государств, но и из других стран далеко за пределами Российской Федерации. Это и страны европейские, включая Боснию, Герцеговину, включая Сербию. Это и территория африканских государств, и граждане оттуда. Это и граждане из латиноамериканских государств. Ну и, соответственно, безусловно, это представители Китайской Народной Республики, соответственно, представители Юго-Восточной Азии. Говоря о магистрских программах, собственно, вот Сума Ахмутовна уже упомянула одну из них, это англоязычную программу юрист в сфере международного бизнеса. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что это единственная магистрская программа, реализуемая на английском языке, и она, конечно, востребована для тех, кто хочет свои навыки, так называемые skills в области английского языка, профессионального юридического языка. Усилить и, соответственно, применить их, в том числе, в практической плоскости. Помимо этого, есть еще очень важный вариант и магистрская программа международная защита прав человека. Я хотел бы тоже подчеркнуть, что эта программа, она помимо того, что имеет аккредитацию, в том числе и международную аккредитацию немецким агентствам ИВАЛАК, в том числе она и реализуется в рамках консорциума. Консорциум российских вузов, которые совместно реализуют эту программу под, скажем так, руководством и координацией управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Эта программа вместе с такими вузами, как РУДН, Университет дружбы народов, МГИМО, Уральский федеральный университет, Уральский государственный юридический университет, ну и целый ряд других. Вот как бы дается и, в общем-то, на выходе мы имеем очень качественных выпускников, которые востребованы в разных странах и в разных форматах профессиональной деятельности, не только в области правозащитной, но и в любой сфере юридической практики. Это тоже важный элемент, который стоит отметить. Ну и, кстати говоря, в этом году 10 лет исполняется как раз функционирование этой программы по международной защите прав человека в Казанском университете. Тоже такой своеобразный юбилей. То, что касается программы правовая аналитика, то эта программа, которая была эффективно запущена уже два года как, и в текущем году она реализуется, как уже было отмечено, совместно с кафедрой конституционного и административного права, то есть силами двух кафедр. Впрочем, занятия по дисциплинам этой программы правовая аналитика ведут не только представители кафедры теории истории государства и права и кафедры конституционного и административного права. Здесь в том числе участвуют и преподаватели других кафедр юридического факультета, а плюс к этому еще и специалисты из смежных наших направлений деятельности, в том числе из Института экономики, управления и финансов. Это интересный, на самом деле такой межисциплинарный подход, который мы используем. Правовая аналитика — это магистрская программа, которая позволяет подготовить юристов к аналитической деятельности в любой сфере профессиональной деятельности. Это касается и сферы государственных органов учреждений, это касается и коммерческой деятельности, в том числе, поскольку практически в любой крупной компании или в средней компании по величине есть подразделения либо специальные должности людей, которые занимаются аналитической работой, готовят справки, готовят документы, обоснования, соответствующие подтверждения тех или иных фактов, которые требуют соответствующей подготовки аналитического характера. Это касается в том числе и судебной деятельности, это касается и адвокатской деятельности. По большому счету здесь нет никаких ограничений. Поскольку все-таки программа ориентирована на аналитику, то здесь есть дисциплины, которые включают подготовку специальную, углубленную по некоторым направлениям. Толсу Махмутна говорил о публичном контексте. Да, это, безусловно, важный элемент, который в этом году был включен в программу, и это, соответственно, и активный анализ деятельности Конституционного суда, судебной системы в целом. Это и, соответственно, подготовка к работе в государственной службе, в системе государственной гражданской службы. Это и, с другой стороны, интересные форматы подготовки для того, чтобы приобрести навыки в области управления рисками, в области использования так называемых экономических методов в праве, особенно сейчас, когда в судебной деятельности экономический анализ становится все более и более широко используемым. Это важные элементы, связанные с такими сложными проблемами, которые существуют в юриспруденции, ну, в частности, за употребление правом. Вот, это один момент, да, ну, и, с другой стороны, это тематика, которая имеет такой дизайнерский формат, да, то есть аналитика, она ведь не сама по себе важна. Она важна и с точки зрения качества, и с точки зрения формы. И вот, с точки зрения формы, у нас есть, допустим, такая интересная дисциплина, как правовой инжиниринг. Это вот сферы, которые, скажем так, в правовую аналитику включены для того, чтобы всесторонне подготовить специалиста, который сможет работать в юридической деятельности, но на стыке, да, соответственно, деятельности чисто юридической и другой, да, в частности, экономической. В том числе у нас есть интересные дисциплины, которые позволяют подготовить нашего юриста к работе в сфере миграции, теории и практики правовой регулированной миграции. Это тема, которая касается вопросов медиации посредничества. И целый год, да, как бы у нас предполагается ведение дисциплины, которая будет посвящена именно этим специальным формам работы для того, чтобы предупреждать, скажем так, усложнение конфликта, его эскалацию в юридической сфере. Вот это та, скажем так, палитра дисциплин и специфики деятельности в рамках правовой аналитики. На этом я хотел бы остановиться, единственное, добавив еще нюанс, связанный с стажировками и участием в международной мобильности. Сейчас время непростое, и действительно есть некоторые ограничения, связанные с, скажем так, академической мобильностью из Российской Федерации в другие страны, но, тем не менее, Казанский Федеральный Университет устойчиво работает и взаимодействует с большим количеством вузов по всему миру. И для студентов, магистрантов юридического факультета тоже существует большое количество возможностей. Это и программы стажировок, которые реализуются через Министерство науки и высшего образования. Это и двусторонние соглашения и возможности, которые создаются в рамках двусторонних обменов между вузами, с которыми КФУ имеет соответствующее взаимодействие. И на самом деле можно поехать и в страны Центральной Азии, и в Китайскую Народную Республику, и в государства Латинской Америки, и в том числе в ряд европейских государств, в частности, Министерство науки и высшего образования, сохраняет соответствующие программы мобильности, допустим, в Венгрию. Это касается в том числе ряда государств европейских, Республики Сербия, Боснии и Герцеговина, ну и ряд других. Поэтому, если вы поступаете в Казанский федеральный университет, то вы ни в коем случае не теряете возможности по академической мобильности, скорее, наоборот, приобретаете. И наши возможности, они ничуть не хуже, чем соответствующие возможности ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Так что, в заключение, хотел бы пожелать вам удачи. Приходите к нам, и вы не пожалеете, что обучались в Казанском федеральном университете. Ну, а и так называемое эпистемическое сообщество наше, да, сообщество выпускников, оно охватывает весь земной шар. Спасибо. Спасибо, Рустам Шамилевич, за такой подробный рассказ и экскурс, в том числе и в магистратуру, и в магистрскую программу «Правая аналитика». Ну, а я хочу отметить, уважаемые абитуриенты, что с нами также присутствует руководитель магистрской программы «Антикоррупционная деятельность и комплайнс». И слово я передаю Чапарину Ольге Александровне. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Поскольку я являюсь руководителем названной образовательной программы, еще раз воспроизведу ее наименование. Программа называется «Антикоррупционная деятельность и комплайнс». И остановлюсь на некоторых вопросах, в том числе, на кого ориентирована эта программа, в общих чертах содержания учебного плана, и кто является выпускником данной программы, кого мы готовим в рамках данной программы. Программа реализуется по заочной форме обучения, реализуется в течение двух лет и пяти месяцев. Программа реализуется на контрактной форме. Идея формирования программы, ее вдохновителем явился аппарат Раиса Республики Татарстан, ранее аппарат президента Республики Татарстан, который является и партнером нашей программы. И программа изначально была направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для нужд Республики Татарстан, муниципальных образований Республики Татарстан. Еще одним партнером программы является ПАО «Акбарсбанк», и руководитель и специалисты службы внутреннего контроля данной организации являются нашими преподавателями и читают курсы в рамках банковского комплайенса. В том числе руководитель службы внутреннего контроля, кандидат экономических наук Сергей Валерьевич Мишалкин. На кого ориентирована программа? Юридический факультет при формировании магистрских программ, безусловно, отслеживает тенденции рынка юридических профессий, работает вместе с нашими работодателями, с практиками, и обратил внимание на новый посыл юридической функции, что юрист, инхаус юрист, руководитель юридической службы, юридического департамента, это, безусловно, не только специалист, обладающий профессиональными юридическими знаниями, но это еще управленец. Это специалист, который может выявить правовые угрозы, которые стоят перед бизнесом, и сформировать систему управления этими правовыми угрозами, то есть правовыми рисками. Поэтому цель нашей программы – подготовить юриста-управленца, который бы смог сформировать карту правовых и комплайнс-рисков, которые стоят перед бизнесом, наладить систему управления этими рисками, с тем, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса. И в данном случае мы говорим не только о крупном бизнесе, не только о банковском секторе экономики, но и о среднем и малом бизнесе. Поэтому наши дисциплины, мы старались придать им некоторым из этих дисциплин универсальный характер. Мы понимаем, что данную программу силами только юридического факультета мы не смогли бы реализовать, и мы активно привлекаем и иные институты нашего Казанского федерального университета. Нашим партнером в реализации программы является Институт управления экономикой и финансов, в том числе дисциплину риск-менеджмент, читают специалисты, преподаватели кафедры общего менеджмента. И дисциплины, связанные с вопросами внутреннего контроля, внутреннего аудита, читают преподаватели кафедры экономической безопасности и налогообложения Института управления экономикой и финансов. Преимущественно программы реализуются на базе кафедры предпринимательского и энергетического права юридического факультета, но при активном участии всех иных кафедр. Это и кафедра уголовного права, и кафедра уголовного процесса, и криминалистики, и других кафедр. Формировать так называемые мягкие навыки, soft skills, нам помогают наши преподаватели КФУ в сфере конфликтологии, которые ведут у нас дисциплины «Деловые переговоры». Это тоже очень важно для профессии юриста и комплайнс-менеджера. Коротко остановлюсь на содержании учебного плана программы антикоррупционной деятельности и комплайнс. Можно выделить три блока дисциплин. Первый блок – это, собственно, блок комплайнс. Второй блок – это блок антикоррупционной деятельности. Третий блок – так называемые мягкие навыки. Вот сразу хотела пояснить, какая связь между двумя направлениями антикоррупционной деятельности и комплайнс. Все-таки само явление комплайнс родилось в экономике, в мировой экономике в ответ на коррупционные скандалы, на коррупционные кризисы. Поэтому комплайнс – это система, элемент корпоративного управления хозяйствующего субъекта, которая помогает предотвратить разного рода правовые, негативные правовые последствия, в том числе, в первую очередь, коррупционные правовые последствия, антимонопольные, корпоративные, репутационные и так далее. Остановимся на блоке комплайнс. Блок комплайнс включает дисциплины, правовые дисциплины и дисциплины экономические. Здесь они представлены на слайде. Блок комплайнс также включает ряд смешанных дисциплин, среди них банковский комплайнс, санкционный комплайнс, правовые аспекты ESG, корпоративная этика. Блок антикоррупционной деятельности включает также целый ряд дисциплин, некоторые из них перед вами на экране, пожалуйста, посмотрите. Это и правовые основы антикоррупционной деятельности, и кафедра уголовного права читает интересную дисциплину, ответственность за преступления коррупционной направленности и антикоррупционная экспертиза правовых актов. Мягкие навыки наш учебный план формирует за счет тоже целого ряда дисциплин, вот некоторые из них перед вами на экране. То есть программа комплексная, программа межотраслевая, программа очень интересная, программа позволяет сформировать не просто юриста со знаниями в сфере правового регулирования, комплайнса и антикоррупционной деятельности, но и с управленческими навыками менеджера, то есть юриста-менеджера, который способен сформировать и поддерживать юридическую функцию в современном хозяйствующем субъекте. Спасибо большое, спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Александровна. Я думаю, мы сейчас можем перейти к части вопросов. На все вопросы вы уже ответили, осталось только парочку. Это какие возможности есть трудоустройства ваших выпускников? Первый вопрос. Я могу привести примеры, то есть я могу ответить на этот вопрос по программе, руководителем которой я являюсь, антикоррупционной деятельности, комплайнс. Могу привести примеры, что наши магистры уже трудоустроены в ПАО Акбарсбанк, и есть пример, правда, не с этой программы, а у нас есть еще замечательная программа правовое сопровождение бизнеса. У нас магистрант трудоустроен был в ПАО КАМАЗ. ПАО КАМАЗ. На самом деле, учитывая, что профиль нашей программы это и руководители службы внутреннего контроля, это и руководители, и специалисты службы комплайнс, и это юристы, и руководители юридических служб, юридических департаментов. То есть широкие возможности программа дает для трудоустройства. Здесь можно еще добавить, что к нам мы сотрудничаем очень тесно как с хозяйствующими субъектами, так и с органами государственной власти, органами местного самоуправления. Это министерствами, ведомствами, комитетами, судами, следственным комитетом, прокуратурой. И хотелось бы отметить, что на сегодняшний день даже есть очень такой обширный перечень вакансий, с которыми у нас ознакомлены наши выпускники. И в целом набор тех органов власти, набор организаций, в которой они могут быть трудоустроены, он весьма широк, и они могут по своему выбору пойти в ту или иную организацию. То есть здесь каких-либо исключений мы не делаем. Все наши выпускники, они весьма успешно трудоустраиваются как в хозяйствующие субъекты, так и в органы государственной власти, органы местного самоуправления. Вот если можно добавить тоже. В принципе, когда мы говорим о трудоустройстве выпускников, то здесь есть несколько возможностей. Это просто идти на открытый рынок. А с другой стороны, то, что Аласа Махмутовна отметила, что к нам обращаются непосредственно сами работодатели с просьбой подобрать для них тех ребят, которые выпускаются в текущий момент. И у нас постоянно на экране в главном здании университета, там, где находится юридический факультет, вывешены вакансии. Это и действительно Министерство юстиции, например, или соответствующие государственные комитеты по ряду вопросов. Это, допустим, банковские учреждения, не только Акбарсбанк, допустим, то же самое Сбербанк к нам обращается регулярно за помощью в подборе выпускников. Это касается и не только региональных, то есть не только республиканские соответствующие структуры, государства или частные, но это на самом деле работа в целом и по всей стране, в частности, это диплом Казанского федерального университета на самом деле юридического факультета котируется в том числе и в Москве и в Санкт-Петербурге. И достаточно просто найти работу. В рамках Ассоциаций юристов России, например, ряд выпускников Казанского университета юридического факультета являются руководителями. То есть это руководители секретариата, соответствующий исполнительный директор Ассоциаций юристов России, Московска, федерального уровня. Это выпускники нашего университета. То, что касается крупных компаний, в том числе юридических и аудиторских компаний, то там тоже наши выпускники работают и достаточно хорошо себя рекомендуют. В том числе наши выпускники работают и за пределами Российской Федерации. Это касается не только иностранных граждан, хотя в принципе иностранные граждане приезжают к нам поступать и учиться для того, чтобы получить престижную работу в дальнейшем у себя дома. И диплом Казанского Федерального университета практически в большинстве государств Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, это и Кыргызстан, это и другие государства, безусловно, не только Центральной Азии, в них дипломы Казанского университета котируются высоко и можно устраиваться на работу в любое место, и у нас есть представители и прокуратуры, и Следственного комитета соответствующих государств, и частных крупных компаний в том числе. Но это и трудоустройство за пределами Российской Федерации наших российских граждан, которые устраиваются в международной организации, системы организации объединенных наций в частности, это и соответствующие крупные компании, которые работают на, допустим, клиентов из Российской Федерации. Такие выпускники у нас тоже есть, и мы стараемся с ними держать связь, поддерживать контакт с выпускниками. Опять же, это база и для последующей практики, и для того, чтобы просто взаимодействовать с ними в качестве вот этого клуба выпускников. Ну и, кстати говоря, нужно отметить, что на юридическом факультете функционирует, ну или при юридическом факультете функционирует ассоциация выпускников юридического факультета Казанского федерального университета. Вот, она тесно взаимодействует с ассоциацией юристов России, и, в общем-то, это тоже достаточно хорошее общественное объединение, которое помогает, в том числе, трудоустройству. Это тоже важно. Спасибо. Спасибо. И еще один вопрос. Кому точно стоит идти в магистратуру? Магистратуру? Тут можно коротенько. Безусловно, нужно идти тем, кто завершил образование по специальности юриспруденция. Это уровень бакалавриата, поскольку на сегодняшний день бакалавриат считается неоконченным высшим образованием, а на весьма различные должности высокого уровня необходимо наличие высшего образования. И в том числе магистратура также рассматривается нашими абитуриентами, как и возможность получения второго высшего образования. Здесь, я думаю, образование по юриспруденции никогда не будет лишним, поскольку ежедневно мы сталкиваемся так или иначе с правовыми вопросами, и поэтому знание которое вы приобретаете в рамках обучения магистратуре можете использовать как в рамках своей профессиональной деятельности, так и в принципе в быту. Если можно, тоже пару слов. Но надо отметить, что сегодня в стране происходит реформа высшего образования и действительно есть уже пилотный проект и ряд вариантов, как обустроить высшее образование в России на будущее время. В том числе это касается юридического образования. И обсуждается вопрос, нужна ли магистратура, нужна ли подготовка бакалавриата такого или такого периода, сколько лет нужно учиться. Но очень важный момент, в том числе то, что Аусу Махмутовна отметила, непрофильное образование в бакалавриате, насколько оно дает возможность учиться в магистратуре. в учебном такая возможность еще есть. И нужно на наш взгляд эту возможность использовать. Потому что возможно, что через год те ребята, которые закончили непрофильное обучение по бакалавриату, не гуманитарное или не юридическое даже, могут эту возможность утратить. Поэтому в этом году это нужно делать, безусловно, поступать в магистратуру, на юридический факультет и суметь воспользоваться теми возможностями, которые предоставляются высшим образованием текущего формата. А что будет через год, мы пока можем предполагать, гарантировать пока сложно. Но то, что магистратура останется как вторая ступень высшего образования, дающая возможность работать по большинству профессиональных стандартов, это факт. И, конечно, это тоже нужно учитывать, когда вы выбираете обучение. Если вы заканчиваете бакалавриат, то, конечно, в магистратуру нужно идти. Ольга Александровна, есть что добавить по этому ответу? Вопросу? Практически очень развернутый комментарий от моих коллег поступили, поэтому я воздерживаюсь. Хорошо. Что же, на этом вопрос подошли к концу и программа наша тоже вместе с ней. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Хороших абитуриентов и успехов на творческих, ой, не на творческих, уже по привычке, сам творческий заканчивал. А почему нет? Конечно. Тоже творчество, грамотно описать, чтобы тебя все абсолютно поняли. На ступидных испытаниях вам тоже успехов. Спасибо большое. Спасибо. Это был КФУЛАВ для юридического факультета. Еще увидимся. До новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова